Всем привет! Сегодня я расскажу об одном очень интересном автомобиле, владельцы которого обратились ко мне с просьбой установки солнечных батарей на крыше. Казалось бы, что может быть сложного? Закрепил батареи сверху, просверлил крышу, подключил электрику. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Глядя на эту машину, внимательный зритель заметит вот эту накладку над лобовым стеклом, которая дает дополнительные 10 сантиметров к высоте автомобиля. Да, перед нами легендарная Volkswagen California. Заводской кемпер, который, несмотря на мизерный спрос, доступен для покупки у официальных дилеров Volkswagen. В точно такой же Калифорнии, только с чуть другими опциями, мы владели до того, как приобрели полноприводный спринтер. Итак, основной фишкой Калифорнии является подъемная крыша. Причем поднимается она при помощи гидравлики, которая приводит в действие небольшой электрический насос, расположенный как раз вот за этой накладкой над лобовым стеклом. И, как вы догадываетесь, этот момент несколько усложнял монтаж солнечных панелей, потому что, в отличие от обычного фургона, просто так просверлиться через неподвижную крышу здесь уже не выйдет. Надо подумать о том, как именно пустить провода внутри. На своем автомобиле данный вопрос решал достаточно просто. У меня были установлены штатные поперечины на крыше. На них крепился большой багажник для хранения вещей, а сбоку от него оставалось свободное место. Таким образом, вдоль всей крыши я разместил длинные узкие солнечные батареи, две панели общей мощностью 210 Вт. Так как сверлить дорогостоящую подъемную крышу мне не хотелось, то в задней части над дверью шла небольшая петля электропроводки, которая далее спускалась вниз и далее заходила в салон через дверной уплотнитель. В моем варианте размещения петля позади машины нужна была именно во время подъема крыши, так как в этот момент провод натягивался. На крыше нашего кемпера Mercedes Sprinter установлены две солнечные панели мощностью по 400 Вт каждая. Размеры панели составляют 2 на 1 метр и одна такая панель, закрепленная на штатных рейлингах, идеально влезла бы на крышу Калифорнии. Собственно, именно этот вариант я и предложил владельцам для установки. Но все же владельцы данного автомобиля передумали устанавливать жесткие солнечные панели. Для них оказалась критичным общая высота машины в 2 метра, потому что на ней необходимо заезжать в определенные ворота. Таким образом, все-таки решили ставить гибкие солнечные панели. Я набросал несколько вариантов, исходя из имеющихся на рынке решений. После этого мы заказали комплектующие и, что называется, понеслось. Вот таким в итоге получился общий вид машины. Видите солнечные панели на крыше? А они есть. Их монтаж оказался не самой простой задачей. Ушло очень много герметика. Но в итоге вот такой вот получился результат. Толщина панели всего лишь 3 миллиметра. И они получились совершенно незаметными. Вот это на видео у нас передний край. Учитывая, что гибкие солнечные панели сами по себе достаточно хрупкие, приклеить их оказалось не такой уж простой задачей. Попробуйте прочно приклеить достаточно габаритную вещь, на которую при этом нельзя нажимать. Все очень просто, да. Приклеить не нажимая. Что называется, для понимания. Когда я начинал работать с этой машиной, вот этот мусорный контейнер был абсолютно пустой. Вот уж не думал, что когда-нибудь в жизни буду вот таким вот заниматься. Сверлить пластиковую крышу Калифорнии. Так, а пластиковая крыша на деле оказалась алюминиевой. Что ж, это хорошо. У нас установлено 3 гибких солнечных модуля, каждый мощностью 100 ватт, подключены последовательно. Рабочее напряжение 36 вольт. Герметика здесь очень много, поэтому приклеены они достаточно надежно. И, собственно, вот он, вывод проводов внутрь салона. Учитывая последние изменения в правилах технического осмотра машин, я бы сказал, что такая незаметность пойдет только на пользу. Так, вот здесь вот у нас выходит проводочка солнечных панелей. Далее она проходит под этим пластиком. Выходит вот сюда, спускается вниз. И вот здесь, на задней торцевой стенке кухонного блока, установлен контроллер солнечных батарей. Контроллер EPSOLAR TRACER выполнен по технологии MP5, модель 3210. Взяли его с небольшим запасом. А если в итоге владельцы все же решат поставить панель на 400 ватт, то этот контроллер вполне справится с такой нагрузкой, потому что он позволяет заряжать аккумуляторные батареи током до 30 ампер. Давайте покажу, как он работает под нагрузкой, когда аккумуляторы разряжены. Вот, пожалуйста, 300 ваттные солнечные панели в наших условиях выдают 250 ватт. Это отличный результат, я считаю. То есть на выходе у нас получается более 80% от заявленной мощности в 300 ватт. Если честно, я сам думал, что этот показатель будет меньше, в районе 210-220 ватт. А вот с подключением контроллера к самим аккумуляторным батареям возникли интересные тонкости. Все дело в том, что в кемпере штатно установлено 3 аккумуляторных батареи. Первая под капотом, нужна для стартера, чтобы запускать двигатель. Вторая аккумуляторная батарея, кемперная, установлена под водительским сидением. Вон он ее кожух. И, наконец, третья аккумуляторная батарея, тоже кемпинговая, подключена параллельно второй. И расположена вот в этом небольшом отсеке в багажном отделении. Повторюсь, обе аккумуляторных батареи с завода подключены параллельно друг к другу. Они имеют одинаковую емкость. И по инструкции менять их можно только парно. Оба дополнительных аккумулятора подключены через вот это заводское реле на 150 А. То есть, когда мотор заведен, они заряжаются от генератора. А как только мотор заглушен, реле отключается. И эти аккумуляторы начинают жить своей жизнью, вне зависимости от стартерного. То есть, можно полностью разрядить два кемпинговых аккумулятора, что называется, в ноль. И при этом у вас всегда будет оставаться заряженный стартерный аккумулятор под капотом, который позволит запустить двигатель. Но сложность подключения состоит в следующем. Над передними сидениями установлена панель управления кемпером. Которая также умеет показывать остаточную емкость аккумуляторов в процентах. Так вот, если просто подключить контроллер солнечных панелей напрямую к клеммам вот этого аккумулятора, то панель управления не знает о том, что аккумулятор заряжается. Она умеет в данном случае считать только разряд. И через несколько дней стоянки она будет показывать, что остаток аккумуляторов 0%, потому что она считает только разряд. А в то же время аккумуляторы у вас будут полностью заряжены. То есть напряжение на клеммах будет 12,6-12,8 вольт. Но при этом на экранчике будет светиться цифра 0%. Позади вот этого аккумулятора есть специальный компонент, называется шунт. Он, соответственно, считает разряд или заряд аккумулятора. То есть определяет ток, проходящий через него. В салоне также располагается зарядное устройство для заряда дополнительных аккумуляторов. Которая включается при подключении вот этой вот уличной розетки, расположенной в районе заднего колеса. Таким образом, если не сделать правильную обманку, то вот эта вот панель управления при попытке заряда от солнечных батарей начинает сходить с ума. Она видит, что заряд идет, хотя его и не показывает, ток 0 А. Но при этом двигатель заглушен и зарядное устройство не подключено к розетке. Поэтому она фиксирует заряд, но не понимает, откуда он берется. И, соответственно, вот эта вот иконка внизу начинает моргать. Помогает только выключить и снова включить панель. При этом, если крыша поднята, она не даст выключиться. Она будет говорить, вначале опустите крышу. Соответственно, во время длительных стоянок, сами понимаете, это очень неудобно. Вот сейчас она снова начнет моргать. Если честно, на своем автомобиле решить этот момент у меня не получилось. Но в данном случае очень интересно попробовать. Сделал обманку для штатного зарядного устройства. Вот она. Чтобы полностью вернуть электрику в оригинальное заводское состояние, нужно вытащить один единственный провод, который связывает два реле. Но до тех пор мозги будут считать, что при заряде от солнечных батарей система подключена к внешнему источнику питания. Когда наступает темнота, контроллер переходит в ночной режим. Вот тут видно, что нарисована луна рядом с солнечными панелями. И загорается вот этот вот светодиод. Это значит, что моя обманка зарядного устройства срабатывает. Панель управления переводится в штатный режим. Вот здесь нарисовано питание от аккумуляторов, а не розетка. И, собственно, пишет текущее напряжение, расход тока и остаточную емкость аккумуляторов. Как видите, сейчас она составляет 100%. При этом, если завести двигатель, то через несколько секунд вся бортовая сеть перейдет на питание от генератора. Вот щелкнуло реле и пошел заряд от генератора. При этом все функции панели управления продолжают работать. И если вот в эту вот уличную розетку будет подключен провод внешнего питания, то, соответственно, при попытке движения машины здесь будет отображаться сообщение «Отключите провод». То есть панель управления предупредит об этом. Ну и, соответственно, как только мы глушим двигатель, вся бортовая система переходит на питание от аккумуляторов. Ну и когда наступает день, на улице становится светло, солнечные панели вновь начинают работать. Соответственно, в углу у нас снова появляется вот этот вот значок, что идет зарядка. И вот таким током сейчас 1,4 А заряжаются аккумуляторы. Они на 100% заряжены, судя по всему. Так что моя обманка работает, как и было задумано. Рядом с аккумулятором добавил вот такой вот рубильник для отключения контроллера солнечных батарей, если вдруг в этом возникнет необходимость. Также владельцы попросили меня разобраться с электрикой, которую здесь делали до них. От инвертора, который установлен под пассажирским сидением, в задний шкафчик выведены две розетки. И при этом сюда зачем-то поставили два автомата в таком вот миниатюрном электрощитке. Зачем это сделано сзади, я, если честно, не знаю. Но от этого надо будет избавиться. Ну что, небольшой творческий беспорядок. Электрика в полном разгаре. Ребята также попросили установить вот такой вот датчик газовой тревоги. Он предупреждает о пропане, бутане, превышении уровня СО, то есть угарного газа. И самое главное, предупреждает о наличии сонного газа в машине, то есть газа с наркотическим эффектом. Ну вот, что получилось. За сегодняшний день все на месте, все подключено. Газовый анализатор тоже на месте. Нижний датчик и верхний. При включении вот этот вот газовый сигнализатор, он начинает моргать. Пока он моргает, это идет калибровка газовых датчиков. Соответственно, в этот момент он не будет распознавать газ. Это длится около 2-3 минут. Когда лампочка моргать перестанет, тогда, соответственно, он начинает работать. Вот что касается сигнализатора. Вот так вот он будет пищать. Вот верхний датчик. Ну, собственно, вот. Вот так. Тревога у него что? Газ не уменьшается. Его количество начала кричать погромче. Вот так вот работает эта сирена. Помимо этого, над баком для воды я установил дополнительный душ. Это, вообще-то, его штатное место размещения. Но сам душевой шланг и лейку приобрел не оригинальные, не заводские. Вот здесь у нас 2-х метровый шланг. Кнопка включения. И вот, можно пользоваться. Душ еще вот так вот умеет. То есть, льется постоянно вода. Вот шланг достаточно длинный. То есть, отойти от машины можно на расстояние 2 метра. На заднюю дверь можно приобрести палатку, которая крепится по ее периметру. И таким образом, позади машины получится достаточно просторная душевая кабина. Также вот в это вот место, над баком для воды, есть оригинальный фольксвагеновский ложемент, где будет храниться шкаф и лейка. Его, скорее всего, владельцы будут заказывать отдельно. Ну и в целом, учитывая, что это штатное размещение душа, пользоваться им должно быть достаточно удобно. Еще один вопрос, с которым обратились владельцы данного авто, заключался в следующем. Под пассажирским сидением расположен достаточно мощный инвертор на 2,5 киловатта. Причем на торце шкафа вот здесь вот штатно установлена розетка на 220 вольт. И питание на нее подается только при внешнем подключении. Так вот, эта розетка уже была переделана на инвертор, что, в общем-то, достаточно удобно. Но, по словам владельцев, инвертор как-то странно работал. Во-первых, он не всегда включался вот с этой вот панельки. То есть, нажимаешь кнопку, все диоды светятся, а при этом светодиод на инверторе, который сигнализирует о том, что он включен, не загорался. Проблема оказалась вот в этом вот кабеле. Соответственно, я просто съездил в магазин, купил новый кабель с разъемом RJ45, обычная витая пара, и все заработало как надо. Но при этом владельцы жаловались, что при подключении в сеть мощной нагрузки инвертор начинает работать как-то странно и, похоже, не выдает нужную мощность. Вот мой строительный фен. У него мощность 1800 Вт. Вот, собственно, включен в инвертор. Вот он сразу же начинает проседать. Фен работает в слабом режиме. Вот если его включить на 1,5 кВт, вот, все. Не хватает ему, даже на то, чтобы лампочка питалась. Вот нашел старый чайник. Он достаточно слабый, у него мощность 900 Вт. Вот такое вот напряжение на инверторе. На холостом ходу включаем чайник. Ну, сами видите, в общем. Тяжело ему. Мне самому стало интересно, в чем дело. И я решил снять пассажирское сидение. Вот тот самый кабель, который я заменил, а заодно в процессе добавил две дополнительные розетки возле сдвижной двери. Что касается самого инвертора. С виду все установлено красиво, аккуратно. Вся проводочка упакована в черную матерчатую изоленту. То есть, глазу электрика смотреть приятно. Ну, давайте его снимем. Ну, что, вот это вот здоровенная штука на 2,5 кВт. Подключена к аккумулятору проводочками сечением, наверное, квадратов 6. И то я не уверен, что тут 6 будет. Может, даже и 4. То есть, вообще ни о чем для такой мощности. Вот, соответственно, потому он так и работал. Представляете, какие потери были на электропроводке. Что уж, придется переделывать. А для этого надо разобрать и снять все сидения, их основания и частично ковровое покрытие пола. Снял водительское сидение. Сразу бросается в глаза неродная проводка. Вот, теперь надо разобрать все остальное. В том числе, добраться вот до этого штатного реле на 150 ампер, которое заряжает дополнительные кемпинговые аккумуляторы после запуска двигателя. Ну что, добрался до святая святых. Теперь настало время слегка разобраться с электрикой. Думаю, что провод сечением 35 квадратных миллиметров для этого инвертора подойдет лучше. Чем вот эта вот ерунда. Судя по тому, что предыдущие электрики решили вести проводку вот в этой вот точке, прорезав ковролин в районе ручника, им было просто лень полностью снимать вот эту вот тумбу водительского сидения. Что ж, сделал проводку инвертора. Давайте проверять. Вот он у нас включен. Напряжение в сети 230 вольт. Включаю старый чайник на 900 ватт. Все работает. При этом инвертор подключил таким образом, что его расход энергии отображается, к тому же, на вот этой вот центральной панели. Вот. Расход более 20 ампер потребления аккумуляторов. слышно, что чайничек начинает закипать. При этом напряжение по-прежнему выше 220 вольт. Инвертор, кстати, действительно очень хороший. Нагрузка киловатт, а он даже вентилятора вон не включает. То есть работает бесшумно. Но, тем не менее, надо помнить о том, что штатная проводка между двумя вот этими аккумуляторами под водительским сидением и вот там вот сзади, где платяной шкаф внизу расположен, она не такого уж большого сечения и просто-напросто не рассчитана на подобные нагрузки. Поэтому подключать даже со столь мощным инвертором нагрузку выше киловатта я бы не рекомендовал. В противном случае надо будет просто менять всю проводку. Готово. И что тут у нас теперь? Вот заряд от солнечных батарей 13,6 А. Хотя он 1800 Вт, строительный фен на полной мощности тоже вполне себе нормально работает. Наверное, надолго его включать все-таки не надо. С кухонной шторкой тоже была небольшая проблема. Она не фиксировалась при закрытии, потому что кто-то выломал вот эти вот фиксаторы. Сейчас попробую поставить их обратно. Шторку отремонтировал. опускать ее можно либо за середину, либо двумя руками за края, потому что если неосторожно дернуть одной рукой за край, то ее вот так вот начинает перекашивать, и она просто будет выпадать из своих креплений. Это всех заводских шторок так касается. Аккуратненько за середину одной рукой, тогда все работает. Промываю бак лимонной кислотой. Им давно не пользовались, лишним не будет. Ну и помимо того, что я рассказал, еще было сделано достаточно много разной мелочевки специально для того, чтобы перед сезоном привести машину в порядок. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. В следующей части будет обзор самого кемпера. Я детально расскажу про наиболее интересные возможности Volkswagen California с учетом трехлетней ее эксплуатации. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Увидимся на дороге.